МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. В эфире только хорошие новости в программе Чисто Ньюз. Смотрите сегодня в выпуске. В связи со штормовым предупреждением Одесский и Нудистский пляж переместился на привокзальную площадь. Украфтодор начал полномасштабный ремонт дорог в Киевской области. Уже отремонтировали участок асфальта в самом центре села Новоселки. В Милане представили коллекцию одежды для людей с разными руками. В Мукачево пятый год не работает парикмахерская. В Черниговской области открыли новые подземные паркинги. А теперь об этих и других новостях более подробно. Новый избранный президент Украины Петр Порошенко совершил свой первый официальный визит за границей. Во вторник вечером в Варшаве состоялась его встреча с лидером Польши Брониславом Комаровским. Петр Алексеевич держался уверенно, ничего не перепутал, ни разу не назвал Польшу Болгарией, Бронислава Станиславом, а Комаровского Мукина. То есть разница с прошлым президентом уже заметна. После официального совещания состоялся закрытый ужин глав государств, где, мы уверены, Петр Алексеевич тоже не подкачал. В Варшаву он полетел на частном самолете, потому что на служебном пока статус не позволяет. А на рейсовом уже статус не позволяет. Международные эксперты заметили, что на данный момент Украина – это уникальная страна, это единственная страна в мире, в которой целых три президента. Выбранный, но еще не приступивший, невыбранный, но вовсю исполняющий обязанности, а также выбранный, посланный, но все еще легитимный. Но уже после 7 июня пройдет инаугурация, и у нас останется один, ну, максимум два, потому что вряд ли легитимный так быстро успокоится. Уже многие зарубежные лидеры сообщили о том, что прилетят на инаугурацию Петра Порошенко. Что касается Владимира Путина, он заявил, что к большому сожалению не сможет, так как 7 июня у него в России очень важное мероприятие – день рождения певицы глюкозы. Чем меньше остается до инаугурации Порошенко, тем активнее ведет себя исполняющий обязанности президент Александр Турчинов, пытаясь оставить свое имя в истории. На этот раз он одобрил введение штрафа за ложь в налоговой декларации в размере 8,5 тысяч гривен. Первые 8,5 тысяч заплатил сам Турчинов, при этом заявив, что, во-первых, это честно, а во-вторых, гораздо дешевле, чем писать в декларацию правду. Компания Рената Ахметова выкупила донецкое предприятие «Шахтспецстрой», специализирующееся на подземном горном строительстве. Как заявил сам Ренат Леонидович, в такой непростой ситуации, сложившейся в стране, шоппинг – это единственное, что может меня немного отвлечь. В Макеевке и Горловке сепаратисты отключили несколько украинских каналов. Тот факт, что первым из этих каналов стал УТ-1, говорит о том, что и в сепаратистах есть что-то человеческое. В Запорожской области местные жители задержали зеленого человечка и устроили самосуд. Новость из России. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин во время инспекции одной из воинских частей решил покататься на танке. Но, не учтя свой рост в 190 сантиметров и соответствующий вес, чиновник повторил подвиг Винни-Пуха и застрял в люке. Для того, чтобы извлечь его оттуда, пришлось демонтировать башню танка, хотя, по заявлению спасателей, было бы дешевле демонтировать башню Рогозина. Эту информацию мы нашли на нескольких украинских сайтах, и поначалу решили, что это шутка. Но когда они обнаружили ни одного упоминания об этом на сайтах России, поняли, что это точно правда. Новости из-за рубежа. Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон с официальным визитом посетили Шотландию. В честь этого события изготовили огромный портрет молодой пары из желе, конфет и других сладостей. Правда, на солнце желе и шоколад немного подтаяли, и принц Уильям увидел, какой станет его жена лет через два. В Париже ограбили музей всемирно известного художника-авангардиста Сальвадора Дали. Преступники вынесли картину, на которой со слов охранника изображено, цитирую, там такое, такое как нос, переходящее через море. Но если смотреть сверху, похоже на тигра или стул. К счастью, свидетелями ограбления стали молодые художники, идущие по стопам великого мастера, которые сами нарисовали фоторобот преступников. Так что, если вы увидите на улицах такого человека, или такого, или, не дай бог, такого, срочно звоните в полицию. Как сообщает наш корреспондент из Еревана, в Армении девушки тоже готовятся к пляжному сезону. В Германии наводнение. Как заявляют мужчины, уровень воды уже почти то, что надо. А у нас на связи наш специальный корреспондент Артем. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, ребята. Я думаю, никто не поспорит с тем, что вокруг все очень быстро меняется. И если раньше детей пугали бабайкой, то сейчас дети боятся совершенно другого. Мой дедушка сказал слово, как мне было. Папа. То есть у тебя папа Владимир Владимирович? Нет. Владимир Анатольевич. А так представляешь, звали бы его Владимир Владимирович. Как Путина. Ну что ж, вот такая реакция на слово Путин. Ну, а теперь давайте посмотрим, что в целом дети думают о Владимире Владимировиче. Путин там, он забирает у нас Крым. А Крым, он всегда был наш. Угу. Да. И он нечестно себя ведет. Он хочет сделать свою Россию еще больше. Да куда уж больше. Он и так здоровая такая. Ага. Он думает, что он завоюет еще страны, еще страны, и так завоюет всю планету и станет королем планеты. Земли. И он хочет, чтобы Россия большая была и такой. Ненасытная. Да. Он хочет, чтобы она вообще почти на полсвета была. Ага. Россия – это же девушка, она, женщина, да? Да. А когда женщина толстая, большая, это же плохо? Да. Вот. Надо наоборот худеть. Ага. С ней тогда никто не хочет жениться. С Россией сейчас тоже никто не хочет жениться. Ага. Да? Да. Все от нее так? Угу. Убегают. Убегают. Ну, конечно. Их страна. Большая. И отец страны. Ага. А вот дядя Путин, что о нем можете сказать? Дядя? Ну, дядя Путин. Президент России. Да. Ты что, не знала? А, это он что? Нет. А, ты не знала, что он дядя? Ведет себя как тетя? Он вообще самый плохой из россиянцев. И чего его россияне выбрали в президент? Я не понимаю. А кто какой президент? Ну, президент – это который управляет той страной, в какой он президент. Логично. А вот смотри. А Путин? Президент России, а пытается управлять Украиной. Ну, он просто платил Януковичу, чтобы он управлял Украиной неправильно. Серьезно? Да. А Янукович брал? Да. Много? Миллионы, где-то так. Плюс-минус, да? Угу. Вот это да. Куда он их тратил? На золотые туалеты. Путин, плохой же, да, или хороший такой? Я думаю, что он хороший, только у него поехала крыша. Куда? В Крым отдыхать? Наверное. Он не имел права забрать наш Крым. Куда нам летом ездить? Куда? Опять в какую-то Испанию? Да. В Болгарию? Или в санаторий лечиться? Это ему нужно в санаторий подлечиться и вернуть нам Крым. Да. Чтобы с мозгом нормально стало. Спасибо, Артем. Как говорится, устами младенца глаголит истин. Мы продолжаем новости здравоохранения. В целях профилактики остеохондроза Министерство здравоохранения Украины предлагает мужчинам новую гимнастику для шеи. Итак, все мужчины, внимание на экран. И раз, два, три, четыре. Закончили украшения. По результатам исследований, в этом году США впервые обогнали Францию по употреблению вина. Французы расстроились и объяснили свое поражение тем, что весь этот год актер Джерард Депардье жил и пил в России, чем очень сильно подпортил статистику. Во всем мире алкоголь остается проблемой номер один, с которой нужно бороться. Ученые разработали банку пива, которая сама решает, когда человеку уже хватит. Еще одна новость, связанная со здоровьем. Как сообщает Евроньюз, в Бразилии служба по защите прав потребителей установила, что участников Чемпионата мира по футболу собирались кормить просроченной едой. Организаторы питания заявили, что они не виноваты. Просто с помощью несвежих продуктов они хотели сделать чемпионат более зрелищным, с большим количеством замен и на высоких скоростях. Мы продолжим блоком фото новостей. После инаугурации Петра Порошенко въезд в каждый областной центр страны будет выглядеть примерно так. Виктор Янукович зарегистрировал собственную марку пива. В интернет попало фото автомобиля доктора Комаровского. Врач из Николаева показала, каким именно способом капуста может увеличить грудь. Интересный эксперимент провели московские власти. Устав бороться с нечистоплотностью граждан, мэрия придумала урны, в которые мусор будут бросать с удовольствием. Россия не признала продукцию крымского завода «Массандра» вином и будет называть ее винным напитком. Это решение будет оспаривать в суде главный сомелье завода «Массандра». Правительство Крыма решило проблему с отдыхающими. Теперь в Крыму аншлаг. В Крыму на смену жартой погоде скоро придут ливни. Или, как говорит премьер-министр полуострова Сергей Аксенов, план «Б» по обеспечению полуострова водой. В украинской таможне разоблачена контрабандистка, которая незаконно провозила бытовую технику на территорию Украины. После этого случая украинскими пограничниками была выведена порода собак, способная вынюхивать наркотики в обоих направлениях. Настало время рубрики «Говорит и показывает интернет», который ведет наш корреспондент Артем. Вам слово. В одной из прошлых передач я уже затрагивал тему политического кинематографа. Но количество ярких кадров в кино и не менее ярких кадров в нашей политике заставляет пользователей сети творить дальше. Отдельное спасибо хотелось бы сказать автору следующего ролика, который наконец-то нашел причину, почему Николай Азаров так разговаривает. Ну и закончить хотелось бы очень романтичным видео. Ведь это только на первый взгляд Владимир Путин жесткий тиран. А на самом деле... Я люблю тебя. Ты что? Я очень тебя люблю. Тихо. Тихо. На этом я с вами прощаюсь. И в конце хотелось бы добавить, что народ с таким чувством юмора просто не победит. Евгений, Валерий. Спасибо, Артем. И спасибо всем пользователям интернета, которые каждый день поднимают нам настроение. Новости спорта в Чиста Ньюс. На выходных в Одессе украинский боксер Александр Усик провел свой четвертый бой на профессиональном ринге. И в четвертом раунде нокаутировал аргентинского боксера Сезара Давида Крэнса по кличке Русский. В российских СМИ уже появилась информация о том, как в центре Одессы националист Соселеце жестоко избил русского на глазах у тысячи зрителей. А потом хладнокровно станцевал гопак. А сейчас пришло время нашего традиционного хит-парада сомнительных спортивных достижений. На третьем месте у нас скейтбордист, который к традиционным лозунгам «быстрее, выше, сильнее» добавил еще один – «ширее». На втором месте метательница диско. Я бы даже сказал «диско-суперстар». А побеждает сегодня представительница самого спокойного и умиротворяющего вида спорта – гольфа. Ну что ж, это были все новости на сегодня. Хотим напомнить, что наши с вами новости полностью зависят от того, что мы делали с вами вчера. Так что в наших с вами силах сделать завтрашние новости лучше. До свидания. Берегите себя. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова